Дорогие братья и сестры, поздравляю вас и особенно именинниц с Днём памяти святой мученицы Татьяны. Обычай называть имена по святцам, по христианским святым, он призван, как объяснял святитель Филарет Московский, и не только дать каждому из нас небесного покровителя, который бы помогал и поддерживал нас своими молитвами в духовной жизни, но и нас вдохновлять на то, чтобы мы подражали нашим небесным покровителям, тем или иным святым. И, конечно, я уверен, что все сегодняшние именинницы читали хотя бы раз о житии своей святой. Как много претерпела святая мученица Татьяна страданий за имя Христова. Столь много, что можно было бы назвать её и великой мученицей. Вместе с тем, поделюсь с вами, что меня огорчало и огорчает то, что далеко не все сегодняшние именинницы, которых мы видим сегодня в храме, были вчера на вечернем богослужении. И можно было бы понять, если бы речь шла о человеке новоначальном, который просто не знает церковных порядков, но вы-то знаете, вы давно в церкви. Вы знаете, что особенно, когда человек готовится к святому пресечению, ему надлежит быть накануне, на вечернем богослужении, заранее исповедоваться, попаститься. Всё это вещи, которые все христиане знают. Но, однако же, не все выполняют. Возникает вопрос, так ли вы подражаете своей небесной святой? Сколько она потерпела за Христа, а вы не могли потерпеть даже прийти на вечернее богослужение заранее? Если кто болен, тяжко, если кто очень немощен, здесь разговора нет. В этом случае, конечно, можно не приходить, можно оказать снисхождение. Но не секрет, что у нас многие стремятся получить снисхождение, и те, кто не является настолько уж тяжело больными, что не может вынести вот эти минимальные правила приуготовления, которые церковь наша святая даёт нам. Наши предки гораздо более строго подходили к этому. До революции ещё обычно говели перед причастием неделю, постились. Но церковь уже не требует ни от кого неделю, хотя бы в три дня попаститься. И когда мы и в этом хотим себе попроще, чтобы всё было полегче, возникает вопрос, насколько мы подражаем нашим святым. Разве святая Татьяна стала бы святой, если бы она искала, где полегче и где попроще? Мы и так, современные христиане, везде себе делаем снисхождение во всём. Вот какую область духовной жизни ни назовите, везде мы себе ищем, где полегче, как попроще, везде мы себе ищем снисхождение. Единственное последнее, что у нас оставалось, это Таинство Святого Прочищения, по отношению к которому хоть как-то, хоть более-менее, но всё-таки себя понуждали держать вот в этих минимальных рамках подготовки. И если и в этом мы себе будем оказывать послабление и снисхождение, а в чём мы сильны тогда будем? Если даже в подготовке к самому величайшему Таинству мы себе будем послабление устраивать. Не обижайтесь на меня за то, что я сказал вам это сегодня, но и моя пастырская обязанность указать на какие-то неправильности, которые есть. И для вас полезнее услышать это сегодня, когда можно ещё исправиться, чем услышать это на страшном суде, когда исправить уже ничего нельзя будет. Поэтому каждый и каждая пусть смотрит в своё сердце и старается где возможно больше потрудиться ради Господа, чем найти себе повод для снисхождения, послабления и так далее. Тем более, когда мы хотим прославить память наших святых, ни один из которых не достиг святости благодаря тому, что искал себе послабление. Господь сказал в Евангелии, что Царство Небесное силою берётся и употребляющие усилия восхищают, то есть получают Его. Так что пусть святая мученица Татьяна или с ней пострадавшие помогут нам в нашей христианской жизни проводить её достойно Господа. Продолжение следует...